Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Не далее, как сегодня утром, я показывала вам сорт Казанова и говорила, что он идеален для консервирования и что я попробую его еще повялить. Но когда я начала искать разные рецепты вяления, я наткнулась на рецепт более ускоренного приготовления. Называется запеченные томаты по-провански. Сейчас объясню, в чем разница. Вот я вялила первую партию томатов своих. Вот у меня Мисс Америка, я ее повялила. Я вялила на солнце. Это самый простой способ. Просто посолила, выставила на солнцепек в теплицу и они у меня за 3-4 дня готовы. Потом я их сложила все в баночку, маслом залила. Вот такие томаты, вяленые на солнце, сухие, залитые маслом, написано, могут храниться 5 лет. Но так как сейчас солнце уже у меня закончилось, нет такого солнцепека, то вялить томаты придется мне теперь в духовке. А в духовке они вялятся 3-4 часа. А я нашла рецепт, который можно приготовить за 1 час. Я уже первую партию сделала. Сейчас могу вам свое мнение сказать об этих томатах. Они такие же почти получаются. Томаты, это рецепт по-провански, но я его под себя подделала. Сейчас я вам расскажу. Там написано, взять пальчиковые сорта, вот с толстыми, с такими мясистыми стенками. Вот как раз казанова подходит идеально. Там написано, сбрызнуть оливковым маслом. Так как у нас оливковое масло применяется редко, я сбрызнула простым подсолнечным маслом нашим. Посыпать смесью прованских трав. Но так как я живу не в Провансе, а в России, я сделала присыпку смесью хмели-сунели, потому что очень часто его употребляют, используют при вялении томатов. И поставить в духовку при температуре 150-180 градусов готовить 1 час. Но нужно посматривать, чтобы они не подсохли. И я когда первую партию делала, я думала, будет столько воды, будет тут лужа, что они истекут. Нет. Потому что я убрала семенные камеры. Основная жидкость живет здесь в семенах, в семенных камерах. И от того, что они много в казанове сорта вот таких сухих веществ, он не водянистый. Воды почти не выделилось. Но они, конечно, подсохли. Они уменьшились в размере. И вот когда прошел час, я, конечно, следила за ними. Когда прошел час, они сделались именно такие, как бы вам сказать, они немножко мягче, чем вяленые. Но это уже не свежие томаты, а именно запеченные. Потом там сказано, так же уложить их, как вяленые. Я их укладывала, пересыпала чесночком и потом залила растительным маслом. Ну и в рецепте было сказано, что готовы они будут через неделю. Вот именно, что вот эти все, смесь трав, чеснока, масла подсолнечного, все это перемешается, ароматно будет. Но я попробовала уже сейчас, я вот вам покажу. Я скажу вам, что ничего вкуснее я не ела. Это вот какой-то вкус непонятный. Похож на грибы, похож на какие-то нажаренные баклажаны. Если с закрытыми глазами поесть, даже непонятно, что это такое. Вот смесь вот этих трав, смесь чеснока, смесь растительного масла, вот эти запеченные томаты, видите, они какие получаются? Они получаются тоненькие полоски, но мягкие, не засохшие, такие, как вот на солнцепёке у меня. Всё мясо-то, оно вот оно, но вкусно, неимоверно. Я уже представила, как зимой открыть эту, ой, слюной захлебну сейчас, как зимой открыть эту баночку, пожарить картошечки, достать вот эти вот томаты, запеченные по-провански. Но теперь они у меня уже не по-провански, а запеченные по-сибирски. Раз у нас масло подсолнечное, травы всероссийские, тут ничего прованского, конечно, не осталось, но главное, что я сохранила принцип приготовления, вот весь этот процесс, я не нарушила технологический процесс, и получилась такая вкуснятина, что я решила ещё 2-3 партии сделать, запастись подольше не могу. Я его съем сейчас. Ммм, вообще. Если никто не делал, рекомендую, сделайте, пожалуйста. Вкус обалденный. И очень быстро. Это намного быстрее, чем вяленые томаты. Вяленые томаты тоже вкусные. Но эти получаются более мясистые, и быстрее готовить, вкус очень хороший. Если они ещё будут долго храниться, это я испытаю, им же не нужно, не закатывать их, ничего, просто маслом залить, крышечкой закрыть, в подвал спущу, и потом к Новому году открою, и скажу вам, сколько они хранятся, как, какие они потом после всей этой ферментации, после всего этого, когда настоится весь этот аромат и запах, но и сейчас очень вкусно. Вот это заготовка на зиму, томаты печёные, по-провански. Ну, ещё раз напомню, что здесь от прованса уже ничего не осталось, просто один принцип приготовления. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова.